Всем привет! Сегодня будем ремонтировать насосную станцию. Недавно появилась такая проблема, что насосная станция живет своей жизнью. То есть реле давления не справляется со своей задачей. У меня оно настроено в диапазоне от 2 до 4 атмосфер. Это значит, что если давление падает ниже 2 атмосфер, то реле давления включает насос и станция качает до 4 атмосфер. Только достигается 4 атмосферы, реле давления отключает насос и станция выключается. В данный момент уже... Ну то есть проблема появлялась постепенно. И в данный момент у меня уже давление может уйти до нуля. И то сразу станция не включится, а только через определенное время включается и начинает качать. Достигает 4 атмосферы и реле давления его не отключает. Она качает, качает, качает. Выходит за пределы шкалы вообще. Я то есть даже не знаю сколько там атмосфер. И потом только выключается. Ну то есть давление значительно больше, чем я выставляю. И вообще для системы такое давление мне никак не нужно. И может где-то быть порыв. Мы сейчас можем видеть на манометре показания ушли за пределы шкалы. И только так насосная станция выключается. Проблема заключается в том... Она у меня уже была пару лет назад. Поэтому сейчас решил сделать видео. Может кому-то приводится. Проблема заключается в том, что реле давления... Здесь есть такое отверстие небольшое, через которое давит сама вода из системы. Давит через такую мембрану. И срабатывает как бы включение-отключение. Ну сейчас я все это разберу, покажу. И вот это отверстие, оно из-за большого содержания железа в воде, оно со временем забивается. И то есть оно становится все тоньше, тоньше, тоньше. И потом оно просто перестает уже реагировать. Изначально оно реагировало не сразу. То есть был диапазон, разрыв, разброс не такой большой. А сейчас уже, я же говорю, что доходит до нуля. А тут сначала здесь в самый конец, а потом тут в самый конец. Ну то есть совсем не так как нужно. Итак, приступим. Вот мы видим, что давление в системе уже меньше 2 атмосфер, но реле насос не включает. Ну и вот мы видим, давление уже на нуле, а реле по-прежнему насос не включает. Итак, обесточиваем насосную станцию. Нам нужно отсоединить провода. Можно раскрутить само реле давление. И отсоединить вот здесь, снизу. Нужно или запомнить, или зарисовать, как они подключены. Но мне проще не здесь отсоединять, а вот здесь. И откручиваем само реле. И откручиваем само реле. Продолжение следует... Вот так тут все устроено. Итак, вот наша проблема. То есть можно видеть, что отверстие засорилось ржавчиной. Его нужно прочистить. И тут можно видеть тоже, что все забито ржавчиной. Итак, после того, как прочистили здесь и здесь отверстие, ну вот как оно теперь выглядит. Было забито полностью. Теперь можно все собирать. И станция должна работать нормально. Собирать нужно все так же, как и разбирали. И ставить все на свои места. И в данном случае вот этот вырез должен быть сверху. То есть провода снизу. И соответственно, когда мы реле давления закрутим, затянем, то провода будут снизу. То есть оно будет стоять правильно. Закручивать нужно, ну по крайней мере я так закручиваю, навкрист по принципу автомобильного колеса. Чтобы равномерно все обжать. Чтобы не было никакого перекоса. Продолжение следует... Итак, включаем станцию в розетку. Ну и вот мы можем видеть, что реле отключило насос на 4 атмосферах. Так, в принципе, как я и настраивал. Значит оно работает исправно. Спускать давление до 2 атмосфер я не буду. Чтобы показать, что насос включится на 2 атмосферах. Так как у меня здесь подключен ресивер на 200 литров, то придется просто долго ждать. Ну и в принципе это не к чему. Так как вы видели причину, из-за чего реле работало не так как нужно. Ну а у меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!